Центр реабилитации зависимых Спасова, Общественного фонда Казахстана без наркотиков, это прежде всего безопасное место для реализации зависимыми, своего собственного добровольного решения изменить самого себя, а следом за этим и свою жизнь. В восстановительном центре Спасова созданы условия, разработанные программы помощи и терапевтические инструменты для того, чтобы достичь стабильной ремиссии. Условия прохождения программы, основанные на принципах честности, открытости и доверия, предполагают, что участник программы будет прежде всего сам реализовывать свое желание измениться. Поэтому успех прохождения программы будет зависеть от того, насколько сам участник будет заинтересован в своих изменениях, занимать активную позицию в применении имеющихся терапевтических инструментов. Главная цель, с которой зависимый может прийти в программу Центра Спасова, это достижение стабильной трезвости и полноценной жизни, свободной от зависимости. Во время первичного консультирования потенциального участника программы, желательно совместно с его родственниками, консультант Центра помогает правильно сформулировать цель поступления в программу. Восстановительный Центр Спасова пока предусматривает участие в программе только мужчин. Программа реабилитации Центра Спасова предусматривает два важнейших, на наш взгляд, условия, необходимых для оказания реальной помощи зависимому человеку. Первое. Исключение любых видов насилия, в том числе психологического. Второе. Исключение возможности для зависимого переложить ответственность за свое выздоровление и свою жизнь на специалистов или каких-либо других людей. Таким образом, зависимый получает возможность приобрести совершенно новый опыт. Опыт свободы и ответственности за свою жизнь и за свое выздоровление, имея возможность поддержки сообщества выздоравливающих и специалистов. В Центре Спасова предлагается ряд терапевтических инструментов, которые помогают зависимому на пути изменений. А именно, группы взаимопомощи, терапевтические, малые, дискуссионные и тренинговые группы, индивидуальные консультации с консультантом по зависимости, семинары и лекции, в том числе в видео и аудио формате. Общее, групповое, индивидуальное, по назначению консультанта, чтение специализированной литературы, индивидуальные письменные задания по выявлению проблем и раскрытию препятствий в их решении. Регулярный просмотр тематических фильмов с их обсуждением. Ориентация на дальнейшее выздоровление в анонимных содружествах, работающих по программе «12 шагов». График и распорядок дня. Спортивные мероприятия. Совместный активный отдых. В Центре продуманы программы и действуют определенные правила, которые позволяют коллективу Центра решать свои главные задачи. В эти задачи входят помощь участнику программы в проживании первого кризисного времени воздержания, обеспечение безопасной обстановки в Центре, предоставление участнику программы новых знаний по проблеме и возможностей для психологических изменений, приобретением нового опыта коммуникации с людьми и проживания в трезвости различных жизненных ситуаций. Покинуть Центр участник программы может в любой момент, когда этого пожелает, без каких-либо ограничений и задержек. Очень важным в программе Восстановительного Центра Спасово является то, что зависимый пришедший в программу для получения помощи не является пассивным пациентом учреждения. Он рассматривается нами, как человек, желающий измениться и готовый предпринять определенные шаги на пути к достижению этой цели. Задача Центра, как мы ее видим, предоставить для достижения этой цели все возможности, которые есть в нашем распоряжении. И за то время, которое участник находится в Центре, какой бы срок ни составляло это время, обеспечить получение максимума из того, что мы можем предложить. Таким образом, для нас не так важно, сколько именно времени конкретный человек будет находиться в Центре. Для нас важен каждый день, в котором мы предоставляем все, что у нас есть, человеку, попросившему о помощи и занимающему активную позицию в процессе своих изменений. Попаясь на страницу с описанием Центра и контактами, можно просто набрав в интернете Центр Спасова, Фонда Казахстан без наркотиков. Если вам нужна помощь, добро пожаловать в Центр Спасова!